Всем намастей, друзья, или же, как говорят у нас в Кэролине, намаскарам. В прошлом своем видео нагнала я интриги о съемках с телевидением и сегодня расскажу, что, где, как и почему. А снимали мы совместное видео с передачей «Поедем, поедим». И даже была подсказка в одном из коротких видео про угольные утюги. Там утюжили переднички с логотипом передачи «Поедем, поедим». И я вам сейчас все покажу, расскажу, как это все происходило. Поехали! Я вам когда-то рассказывала, что моя сознательная жизнь началась в Монголии, в пустыне Гоби. Еще тогда я понимала, насколько мир огромный и разнообразный. И хотелось увидеть, как много больше. Поэтому любимыми передачами с детства были клуб путешественников и подобные. Ну и, конечно, очень хотелось также увидеть, как это все снимают, сам процесс, что происходит за кадром. Вот вы только посмотрите, сколько всего необходимо для того, чтобы снять небольшое кулинарное видео. But the Примерно. Да. Ну что-то уже везло. Сколько мы поставим сейчас быстро? Да кто нам быстро достанет? А, ну тогда давайте разбирать все, потому что парни сейчас быстро самую точку выставить. Нам главное, чтобы это было готово. Здравствуйте, здравствуйте. Бонжорно, Федерико. Здравствуйте. Вас как? Алло. Ну просто многое было нереально сразу словно. Нет, она не будет. Здесь вы видите процесс подготовки к съемкам. Я не собираюсь туда чуть-чуть везти. Страшно, страшно, да? Да. Да, 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 да. Еще один. Можно наискосок. Ага. Не, вот, вот. Вот так. Да, 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 да. Вот так вот так. Все, да? Из ингредиентов. Ребята, ингредиенты все на столе. А это хозяева дома, у которых мы сняли дом для съемки видео. Так как у нас в квартире маленькая и узкая кухня, она не подходит. И так подготовка окончена и сейчас начнется. Хочу вам сказать, что заранее мы ничего не репетировали, все снимали вживую и без подготовки. Красиво смонтированное видео с хорошим звуком. Вы сможете посмотреть в передаче «Поедем, поедим». Я вам сообщу, когда оно выйдет. Я еще сама пока не знаю. Давай, давай, Адонна. Сейчас, Лена, такое блюдо, такое сего, сего, сего. Не знаю, какое. Пусть лучше расскажет Наталья. Ты же здесь живешь уже 20 лет, если не больше. Поэтому... Бабе, почти. Но все равно ты почти местная. Так что ты лучше меня точно знаешь, что мы будем готовить и как это делать. А готовить мы будем сегодня тунец на Малининском и Алама называется «Тюра Тари». Кори – это падмитка. Так. То есть «Тюра» – это «Тюнец». Да. «Тюре Кори». Или можно сказать «Вин Кори». Или «Вин Кори». «Вин» – это рыба. Лапе. Давай с названиями остановимся, иначе я запутаюсь. И начинаем действие. С чего начать? Ну, для начала. Давай, если боишься. Ты как моя мама. Моя мама Ленора говорит, хотя она живет на Норке. Она говорит, я рыбу никогда не готовлю, потому что он глазками смотрит на меня и не жалко. И она всегда бегает куда-то дальше. Поэтому мне эта история знакома. А в случае, знаешь как, я и там и здесь. Просто, кажется, мокрый за сауну запутся. Да, есть такое. Есть. Я тоже почувствовала. Я очень не ехала. Очень не ехала. А затем мы с «Вин» вдруг ехали на машине. Тут ночь была. Начинает просыпать по дороге. «Пальма». А потом смотрю, тут кругом «Пальма». А затем уже солнышко зашло. Смотрю, девушки с ней ходят под зонтик или от солнца прячутся. Глубы уже какие-нибудь. Ничего не. Под зонтик они не ходят. Да, надо же загорать. Ну, сейчас я тоже так смотрю. Ну, потому что здесь солнце очень сильно. Он прям жарит теперь. Очень жарит. Каждый день не очень, да? Просто кажется, что он зубы жарит. Короче, для меня это все интересно, все говорит. Ты что можешь рассказать? Как человек, который 13 лет здесь. Или что, они очень шумные видят? Да? Да, очень шумные. Особенно мы жили возле Крама. Раньше там невозможно было здесь. Там каждое утро в 6 часов утра петарду рубили. Взрывали петарду. В 6 утра. Да. И музыку включали. В 6 утра. Да, у меня прямо там, где я жила раньше, через забор был храм. А когда были храмовые праздники, по 5 дней были храмовые праздники, там были машины, музыка орала целый день. Напротив Белополе там стояло 30 на каких-то огромных колонах. Когда они включали музыку, у меня просили стекла. А потом еще слон стоял до утра под окном и сетями. Настоящий слон под окном. Ну да, правильно. На праздник его здесь. Какая-то. 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 Дивин. Прозвучало другое имя во время готовности. Дивин. А, Дживин. Он говорит Дивин. Это то история, что паспорт одно и дома другое. А нет. У него одно. Произношение просто. Но он еще Димка. Димка. Да. Это как я. Федерико Федя. Да, да. А вас зовут еще Дикеш. Дикеш. Я так говорила больше на джикеш и джи. Что-то с произношением, да, вот нюансы. Ну, мы очень постарались. Я не знаю, что получилось. Нам кажется аппетитно и вкусно. Даже по завтам. Вам судить. Тогда как это подается? Я не вижу даже припоры. Не забудешь или так? Мы же в Индии. Ладно. И подаем тоже руками каждому? Подаем. Пока готовили, тень ушла. И теперь нам всем приходится сидеть просто под санцепёком. Ну да, ты же готова на этом полагается. Начали мы в 9 утра, а сейчас уже час дня. А дома только Наталья готовит? Или вы тоже на кухне иногда что-то делаете? Как-то премия раньше получалась. Я готовлюсь. Сейчас сзади на работу. По-моему, санцепь и основная мама. Ага. Фактические цели не спределяют. То есть, я доверяю ей. То есть, вы составили ее учиться готовить по-индийски. Вы не приняли русскую кухню, что ли? Нет, я обожаю русские кухни. Например, любимое блюдо? Холодец. Холодец! Да ладно! Это потому что он... Котлетка. Котлетка? Какая? Сунинская кухня. У вас же священное животное, говядина. Как так? Ну, есть еще определенный штаб. Который разрешает. У нас вообще никак. Котлеты. А, здесь можно. Котлеты, да? Здесь можно. А холодец обычно кажется странным для иностранцев. Котлеты. У меня это очень вкусно. Ну, мама тоже очень хорошо попробует. Да? Она... Своя двух атлетских тоже. И... Мама... Своя... Своя... Норкотик. Своя... Своя... Мама... Я, кстати, думаю, что холодец нравится, потому что он напоминает фракту холода, холодец и в этой жаре этого момента. А ты как? Холодец знаешь, любишь и пробовал? Да, нравится. Ну, кстати, оба по-русски говорите, понимаете, все, да? Отлично. Кстати, ты знаешь три языка. Не знаю. Аж три. Английский. 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 Русский. Да? А что вы не берите? Что вы не кушаете? Давай, что я один, что же? Тем более я хочу увидеть, как вы это делаете. Я пока еще не совсем... Табуру. 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 Мокаем соус. Табуру. Мокаем соус. Горячо. Табуру. 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 Ммм. Мммм... Мммм... Горячо. Но ничего. Подливка такая томатная, но со специями, да, очень пряная. Для вас обычно... для меня это интересно что томатные вроде вкусов но очень интересно точно как же это белка и рука ну да потому что можно какой-то сомнительный взгляд старались мамы вроде все получилось за дома я бы даже его заменил тоже хороший совет попробую дома буду вспоминать что-то от вас не слышал вертик так секундочку камеры переворачивай все камеры чтобы они мне сказали правду а то я думаю что а теперь самое главное а теперь самое главное пускай скажет свой вердик вкуснее чем дома все придется мне прописывать как помощница помощник как он на этот русский у меня иногда подходит короче приду готовить каждый день там работникам платье ну ладно начнем с этого потом я как положено в россии не пришел с пустыми руками у меня есть кое-что для вас маленький такой символичная презента из россии спасибо вкусняшки да но особенно здесь и это кстати даже не вам ты можешь открывать ну в общем я знал что тебе это обрадует и вот привез и если честно я тоже очень рад с вами познакомиться здесь побывать всегда жалко когда путешествие заканчивается зато на хорошие ноты заканчиваются мои путешествия в Индии спасибо вам за это дай пять Наталья спасибо фрина еще будем готовить привет о или еще или право давай че друзья все есть я вам я вам номер отправиваю щитомбульти потому что я ему поклонюсь по шуту мне кажется вам это делает любой надо просто биться и вам не все я вам поклонюсь мопаразии Было очень интересно. Огромное всем спасибо. Спасибо команде «Поедем, поедим», которые снимали просто под палящим тропическим солнцем. Они просто герои. Я надеюсь, что ваше руководство оценит ваш героизм и хотя бы вам премию выдадут. Очень все легкие в общении, приятные ребята. Улыбчивый и харизматичный ведущий Федерико, глядя на которого забываешь, что тебя снимают какие-то там камеры, а кажется просто, да, друг в гости заскочил, и мы себе вместе готовим. Общались с ребятами несколько часов, а такое ощущение, как будто бы знакомо уже несколько лет. И огромное спасибо вам, мои дорогие зрители, за то, что вы у меня есть, что вы меня смотрите, что мой YouTube-канал растет, и благодаря вам у меня появилась такая возможность, исполнилась моя, так сказать, мечта. А сейчас, друзья, всем еще раз спасибо большое. Всем пока-пока. До новых встреч. Из Индии с любовью.